Ну что, друзья, всем приветик! Это у нас, скажем так, вторая часть распаковки часов Hi-Lo RT. Hi-Lo RT. Кто не помнит, при первой распаковке я их просто показал, но не подключил ни к какому устройству, поэтому мы не смогли заглянуть в них дальше. Сейчас я имею время, возможности, устройство свободно и так далее. Короче, мне нужен, как я понял, QR-код сканер. Сканер штрих-кодов можно также назвать. Вот вопрос, есть ли он у меня сейчас или нет. Напоминаю, вы так же, как и я, будете это все думать. Делать вам это через сканер или... Ладно. Смотрим. Сканер штрих-кодов. Сканер QR тоже сойдет. Так, установить. Пока он устанавливается, включаем часики. Мы уже выяснили, что они включаются длительным удержанием верхней кнопочки. QR-код нам уже сразу же готов. Делаю все эти процессы на примере аппарата Blackview с банкой 6600 или 8. Нет, 6600 – это его индекс, а банка 8,5. Это еще круче. Суть в том, что это у нас Blackview BV6600. Никакой не Pro, не Plus, ничего. Просто 6600, по-моему. Поэтому он у нас очень недорогой. Он стоит 140 баксов. С такой-то банкой NFC, кучей камер, креплением, заглушками, водонепроницаемостью и так далее. За эти деньги это считается как бы недорого. Поэтому процессор тут хоть и новый, но не очень быстрый. Поэтому вы видите, сколько времени он нам ставит штрих-код сканер. Так, стоп, а в камере своей вообще нет или случайно? Блоки любят добавлять штрих-код сканер прямо в камеру. Нет, в камере у нас пока не наблюдается штрих-код сканера. А дальше? Так называемый пункт «Больше». Нет, штрих-код сканера у нас здесь нет. Значит, ждем, пока он установится из Play Market. Где у нас Play Market? Он у нас как раз уже ставится. Обновление все проверил, со всеми программами поговорил и перешел к тому, что я его просил. Если кто не въехал, аппарат я только что включил ради этого видео. Потому что часы будут в итоге подключаться вот к этому аппарату. Но как-то мне это надо показать, поэтому я делаю это на 6600 от Blackview. Сразу замечу, что эти часики не настолько умные, как те, что у меня в предыдущем обзоре. Там, конечно же, не будет столько наворотов, но они будут более автономные. Тут так написано. А написанному я обычно для начала верю. Потом проверяю. Тынь, тынь, тынь. Есть. Сканировать камерой. Разрешить. Ну. Есть. Нажимаем. Окей. 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 Куда-то мы сейчас должны перелететь. Куда мы перелетим. Но. Тычинг. В итоге перелетаем в Google. Но нас еще, я думаю, посчитали. Неспроста этот QR-код ведет на какую-то свою ссылочку. Что произошло, я не понял. Так. Вот. Установить. То есть можно и без штрих-код сканера просто в поиске вбить HiLoFan. Будем знать. Нажимаем Next. Ждем, пока установится программа. Часы в это время ждут, пока к ним начнет подсоединяться она же, эта программа. Нажимаем Open. Или открыть по-русски. Нас встречает приветственная картинка и куча запросов. Проверяем. Смотрим. Можно войти через что-то. Значит, я пробую через Facebook. Хотите регистрироваться, регистрируйтесь. Я войду через Facebook. Мне лично так проще. Функция недоступна. Облом. Значит, что могу сказать. Пробуем через Twitter. Если и Twitter недоступен, значит пошло все лесом. Будем регистрироваться. Понятно. Значит, будем регистрироваться. Это будет нам, наверное, проще. Номер телефона. Как я понял, на смартфон должно прийти. 3, 6, 2, 3. 3, 6, 2, 3. Регистрация. Успешно зарегистрировано. Так, дата рождения выбираем желательно, наверное, правду, поскольку он что-то там будет рассчитывать с моим здоровьем. Вес тоже, наверное, надо правдивый сделать. Ну, киса, ну, да верни. О, нет. Да пофигу, блин. Плюс-минус кило уже похудею скоро, наверное. Целевой вес. Он мне намекает, надо, что 70 быть. Да ладно, фиг с тобой, я согласен. Завершить. Фотку поставим потом когда-нибудь. Окей. В любом режиме. Подтвердить. Показывать. Назад. Мое. Настройки. Не понял. А где устройство найти? Вот так, что ли? Или вот сюда? А, вот, теперь он его ищет. Hello RT нашел. Подключаемся. Все. Мы подрубились, они вибранули. Они рады, и я рад. И мы видим циферблат. Судя по всему, сейчас загрузит превьюшки от циферблатов, которые можно загрузить. Надеюсь. Что-то не хочет. Ты же должен загрузить, братуха. Первое, смотрим, что у нас изначально есть. Какие циферблаты есть. Пока он из Китая их загружает. О, вот так вот. Давайте приближусь. Эй, верни. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. С китайскими иероглифами мне не надо. Вот так вот и вот так вот. Ну, короче, пока вот этот самый хороший. Далее. Нам этой программе много чего на самом деле еще разрешить надо. Она же глупенькая. Не все спросила. Они не умеют все сразу спрашивать у 10 и 11 дроидов. Значит, нам нужно что? Во-первых, мы видим, что он только-только подключился. Во-вторых, о приложении. Лезем в настройки разрешения. Нам первое. Неплохо бы контакты, чтобы он мог подгрузить базу контактов. Неплохо бы доступ к телефону, чтобы он мог перехватывать звоночки. Неплохо бы физическую активность, чтобы он мог следить за нашим здоровьем. Список вызовов, ну, тоже на всякий случай. Микрофон ему нафиг не сдался, у него нема. Ничего связанного с микрофоном. Далее. Нам нужно вот здесь. Здесь. Добавить исключение на эту программу, чтобы она из фона не выгружалась. А он уже не хочет ничего добавлять. Он говорит, иди лесом, я сам разберусь. А я не согласен. Я все-таки заставлюсь делать то, что хочу я. Вот оно. Ищем здесь хайлой РТ, или как он там называется? Что-то с хайлой. Не с халвой, а с хайлой. Вот так вот. Этот уже убираем. Этот нам не нужен. Хайлу ставим. Следующее. Нам нужно найти дуру спид. Дуру спид мы ищем. Кто как умеет. А я ищу ее очень просто. Где-то у меня тут программа с гаечным ключиком была. Не тот гаечный ключик. А ее больше нету, что ли? А, вот она. Лезем в нее. В автозагрузку. Системные. И сейчас мы увидим дуру спид. Дуру спид это еще один менеджер приложений фоне, только уже распределяющие приоритеты, а не просто разрешающие работать в фоне. Ищем нашу дуру спид. Надеюсь, она в этом смартфоне есть, иначе я вас просто зря лечил. Вот она, дуру спид. О приложении. Если у вас МТК, то оно у вас будет. Если у вас Snapdragon, то у вас все по-другому. Это как бы все для МТКшников. Открыть. И девятый, и десятый, и одиннадцатый андроиды. Не другие. Ashband отрубаем, он нам уже не нужен. Ищем опять этот Hi-Lo. Hi-Lo Fun. И плавненько выходим из дуры спид. Ну, теперь уже есть той программы. Если у вас есть еще какой-то менеджер приложений, который может повлиять на то, будет ли работать приложение данных часов в фоне, то, соответственно, нужно в нем тоже это все дело настроить. У меня этого дела нет. У меня есть программа от предыдущих часов, которую надо просто удалить. Нажали. Все. Теперь у нас Hi-Lo должно быть полноправным хозяином в данном устройстве. И теперь все должно работать. А он говорит, что он еще знает. Да фиг его знает. Короче, все. Все есть. Теперь настройки. Сторонние сервисы. Можно синхронизироваться с Google Fit и с WeChat. Всплывающие окошки при открытии наушников. То есть он еще может намекать, что можно управлять музыкой. Молодец. Цель, которую мы будем стремиться достигать каждый день. Единица измерения. Единица измерения. Метрическая или британская? Мы берем метрическую. Лично мне так надо. Как вы хотите, вы делайте сами. О, тут можно запаролить их, чтобы никто другой к нам не подключился. Или это было управление учетной записью. Черт его знает. Морду лица можно поставить здесь. Но в этом смартфоне я этого делать не буду. Мне все равно переносить все на другой смартфон. При нажатии на помощь вылезает интернет. Все. Все будет из интернета. Если будет. Ну, видимо, когда-то будет. Когда у нас все это обновится и будет хорошо работать. Напоминаю, часики свежие. Я думаю, вновь еще будет просто офигенная туча. Обратная связь, где вы можете скидывать баг-листы. Настройка разрешения у нас была. Возвращаемся. Это у нас спорт. Это он сразу на карте рисует, где я. Молодец. Главное. Это, видимо, мои достижения, которых у меня пока нет. Это у нас что? А, сканировать, если бы. У нас вроде бы все хорошо. Нам не нужно ничего сканировать. У нас вот часики. Он и намекает. Кроме часов есть, видимо, еще наушники. И еще всякая периферия. Вот для нее сделан вот тот вот сканер. Нам он пока не нужен. Тут у нас, кстати, есть, заметьте, и ходьба, и велоспорт, и еще какие-то трет-палочки. А в трех палочках у нас, видимо, должны были быть все варианты тренировок, которые вы сейчас на секунду видели. И, в общем, как-то так. Что-то я не догнал. А где у нас вообще все? У нас умности, значит, утащи ноль. Все понятно. Значит, переезжаем в часики. Опускаем камеру. Что мы видим в часах? Первое. Мы видим, что погода проявилась. На улице 3 градуса, говорит. Второе. Мы видим статистику, пульс, спорт, погода. Это я люблю. Но всего на 3 дня это я не люблю. Но это ладно. Это у нас быстрый вызов тренировок. Это у нас назад. Выяснили. Пульс. Он уже говорит, что у меня 75. Так, а если вот так сделать, что-нибудь скажет? Или не скажет? Ну, блин, братва. У стола пульс больше, чем у меня. Ладно. Такое у нас, в общем-то, и на мосфитах, на многих, и еще на многих часах. Они видят на руке один пульс, на столе другой. Но на столе пульс тоже есть. Это меня, конечно же, не радует. Но вот видите, меня увидел, начал понижать. Так, сон, сна еще не было. Уведомления пока нет. Управление музыкой. А, ну да. Как мы можем управлять музыкой с телефоном, если на телефоне музыка еще не запущена? Разберемся потом, к обзору пойму. Еще. Секундомер. Таймер. Найти смартфон. Тренировка дыхания. Настройки. Watch faces. О, блин. Заново. Это дыхание. Это у нас... Вот. Яркость. Ну что, достойно. О устройстве. Версия 21. Пока. Прошивочки. Выключить и сбросить. Ну и на этом настройки кончились. Ок. Снизу вверх. Это у нас это самое менюшка. Сверху вниз. Шторка. Где можно быстро перейти в настройки яркости. Просто настройки найти смартфон и включить ночной режим, чтобы никто не беспокоил. Сейчас, он говорит, связь опять оборвалась. Почему? Видимо, еще не везде не все настроил. Или хайло у нас еще раз очередной обновилась. Ну-ка. Все. Галочка появилась. Соединены. Вот это мне не понравилось на самом деле. Вроде как хайле разрешил в фоне висеть, а хайла почему-то отрубилась. Ну-ка. Тут же хайла добавлено. Да. Он должен висеть в фоне. Ладно. Продолжаем. Галочка есть. Ничего не кликабельно. Сверху. Время. Месяц. День. День недели. Заряд аккумулятора в процентах в числовом исполнении. Слева направо это у нас тренировка дыхания. Дальше погода. Пробег. Пульс. Пробег. Все. И справа налево то же самое. Ну и все. То есть, короче, минималистично. Шторка контрольная. Снизу менюшка. И все пока на английском. Это меня нифига не радует. Когда появится русский язык. Вот оно. Бытие человека, который получает устройство одним из первых. Одним из первых, точнее. Где у меня вот русский язык на устройстве? Здесь-то русский. Ну да. Ладно. На то мы порешим. Это была вторая часть распаковки. Перехожу уже к глубоким изучениям данных часиков. Перехожу на них. Эти уходят в запас. Потому что они свою часть основную уже мне показали. А второстепенку я проверю уже после хайлы. Хайла попроще. С ней будет, наверное, побыстрее. Все. Надеюсь, всем все понятно. Если вы получите хайлу, то вы будете проходить все те же пункты, которые я только что при вас прошел. Всем спасибо. Всем пока. Это Латуха. И это вторая часть распаковки. Хайло. Опять забыл, как оно там называется. РТ. Вот. Слева на коробочке. Всем чао. Субтитры сделал DimaTorzok